МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Экзамен для школ. Как учебное заведение Чуваши готовится к 1 сентября? Еще доступнее. В Чебоксарах открывается очередной многофункциональный центр. Далеко не слабая половина. В Чуваши проходят всероссийские сборы по женской вольной борьбе. Проблемы и пути их решения. Глава Чуваши Михаил Игнатьев свой рабочий день провел в Канаше. Наша съемочная группа только что вернулась из железнодорожной столицы республики. На центральной улице города красиво и чисто, но, свернув за ближайший угол, можно увидеть разбитые дороги, неухоженные цветники, старые небезопасные детские площадки. Основные проблемы, которые волнуют канажцев. К счастью, они легко устранимы. Нужно активнее привлекать горожан к общественной деятельности. И результат не заставит себя ждать, дал совет городским властям Михаил Игнатьев. Несмотря на проблемы в сфере ЖКХ, Канаж все же изменился в лучшую сторону. Построены новые дома, открываются торговые и развлекательные центры. О том, какие еще изменения претерпел город железнодорожников за последние годы, смотрите завтра в нашем выпуске. Сеть многофункциональных центров в Чебоксарах расширяется. В юго-западном районе скоро откроются новые универсальные окна. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Пока на площади перед дворцом культуры «Салют» грохочет строительная техника. Работы по благоустройству должны завершиться уже через неделю. Помещения многофункционального центра к приему гостей будут готовы раньше. В ближайшее время здесь установят компьютеры и современные терминалы. Универсальные окна откроются для клиентов в день рождения Чувашской столицы. Новый МФЦ должен разгрузить центр госуслуг на улице Ленинградской. За четыре года работы его посетили более 600 тысяч человек. Это еще показатель того, что МФЦ себя хорошо показали. Сегодня граждане вольны сами выбирать. Идти в привычные администрации, ведомства, министерства. Получать непосредственно у чиновников услугу. Или же обратиться за получением услуг в МФЦ. Больше предпочтений отдает МФЦ. Это с каждым днем мы видим, ощущаем. Если первый 2010 год показывали, что за услугами в МФЦ обращалось 15% всех заявителей, то сегодня этот процент в районе 70 уже достигает. Но создавая новые центры государственных и муниципальных услуг, в первую очередь обращают внимание на то, чтобы к универсальным окнам было удобно добираться. В юго-западном районе под эти критерии подходило идеально только здание ДК «Салют». Здесь заработает 19 окон. Специалистов уже трудоустроили. Сейчас они проходят практику. То есть все наши специалисты – это универсалы. Вот 161 услуга, значит, все они владеют, скажем так, необходимым знанием по 161 услуге. Перечень услуг, конечно, будет расширяться, увеличиваться. О комфорте горожан руководство МФЦ заботится в первую очередь. Игровые комнаты и мягкая мебель в зонах для отдыха – это минимальный набор услуг. На площади перед дворцом культуры благоустраивают тротуары и даже остановочный павильон. Центр государственных услуг в этом районе и действительно необходим, говорят горожане. Я думаю, будет удобно здесь ближе ехать. Но там все равно в том здании народу много, очереди постоянные. Ну, в принципе, он везде нужен, наверное, не только в юго-западном. Слишком далеко ездить куда-то в центр. Вы будете здесь его посещать? Да, конечно, я тут рядом живу. А в ближайшие годы государственные услуги в Чебоксарах должны стать еще доступнее. До конца 2015 года в Чебоксарах заработает 95 универсальных окон по одному на 5000 горожан. В ближайшее время еще в двух районах города будут построены многофункциональные центры. Медрик Ковалев и Антон Вовк. Республика. Рабочая группа по оказанию помощи регионам Украины, а также ее гражданам, покинувшим места своего постоянного проживания, обсудила первоочередные задачи и проблемы. По состоянию на 31 июля в Чувашской республике прибывают 542 гражданина Украины. Из них 342 человека трудоспособного возраста, 145 дети дошкольного и школьного возраста. Из общего количества прибывших в УФМС с заявлением о предоставлении временного убежища обратился 321 человек. Премьер-министр правительства Чувашии призвал максимально ускорить решение вопросов по определению статуса граждан Украины, поскольку это имеет большое значение при оформлении документов и для обеспечения социальными гарантиями, и также для трудоустройства. Иван Моторин напомнил о необходимости максимально комфортно организовать быт людей, проживающих в гостиницах. Основная проблема – это обеспеченность в местах временного пребывания беженцев всем необходимым, потому что по итогам и посещения представителей органов в спорте власти высказывается ряд, так скажем, недовольств со стороны проживающих, в частности, обеспечиваясь холодильниками, утюгами, стиральными машинами. То есть, в принципе, тот минимум, который мы должны, в общем-то, обеспечить для нормального проживания, соответственно, граждан Украины. Еще девять человек заявили о намерении участвовать в государственной программе содействия добровольному переселению в Чувашскую республику соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году в столице Чувашии по программе развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства заменили 43 лифта в 10 многоквартирных домах. В управлении жилфондом говорят, новые лифты намного прочнее старых, к тому же более экономичные. Так ли это отправилась выяснять наша съемочная группа? Из общего ряда обновленных лифтов выделяются три. Их установили в рамках пилотного проекта. Более широкие проемы подъемника позволяют ввозить в лифте как детские, так и инвалидные коляски. Если стандартные лифты имеют 600 мм проема, здесь лифты имеют 800. И, соответственно, пульт управления лифтом параллельный, двойной, обеспечены на тактильное управление, рассчитаны на инвалидов для малобобильных групп, чтобы и инвалиды, и слепые могли пользоваться этим лифтом. Конечно, эти лифты, они установлены с 25% софинансированием. Согласно действующего жилищного законодательства, большинство жителей, которые живут в наших домах, они являются собственниками. Соответственно, на 100% отвечают за все коммуникации в доме. Чтобы заменить старый лифт, жителям дома номер 15 по улице 324-я стрелковая дивизия пришлось все взять в свои руки. Провели общее собрание дома. У нас больше 85% были согласны на замену лифта. Но так как за какой-то процент лифта за замену должны сами жильцы платить, мы убеждали жильцов, что лучше сейчас сделать это вовремя, чем потом мучиться еще долгие годы старым лифтом. Ждать нового подъемника горожанам пришлось около полугода. Но, по их словам, дело того стоило. Мне нравится, что он не сразу закрывается. Что раньше было, надо ногу поставить, чтобы он туда-сюда, туда-сюда. А он вот сказал ему вот так пальчиком, он стоит. Занесли вещи. Он спокойно едет. Мне очень даже нравится, между прочим, этот наш лифт. Прекрасно. Знаете, вот заходишь, как будто вот... Даже соседи у вас с 13-го дома завидуют. На сегодняшний день в городе более 170 лифтов, которые необходимо заменить, ведь им уже более 34 лет. А срок службы подъемника, как известно, 25 лет. Но, тем не менее, лишь половина лифтов попала в республиканскую программу на этот год. Как обещают в управлении жилфонда, в 2015 году деньги будут выделены на модернизацию подъемников в таком же объеме. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. К новому учебному году готовы. В Цивильском районе завершается приемка школ. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками МЧС убедилась на месте. Безопасность школьникам обеспечена. Сверкающей глянцевой поверхностью пол, чистые стены, новая мебель и двери кабинетов. Сотрудников МЧС и нашу съемочную группу встречает обновленная, как шокосинская школа имени Андриана Николаева. Правда, проверяющих больше волнуют не свежевыкрашенные классы, а то, насколько безопасным здесь будет пребывание школьников. На территории Цивильского района, когда мы проверяем, не только во время приемки школ, но, скажем так, во время плановых проверок, во время новогодних мероприятий, Одни из основных нарушений в образовательных учреждениях – это отсоединяют устройство для самозакрывания дверей. Дети балуются, скажем так, им удобнее, они их отсоединяют. И касаемо приемки школ, скажем так, не всегда вовремя успевают обратно заклеивать знаки пожарной безопасности. То есть красить стены, скажем так, не всегда успевают доклеивать данные знаки. В Хокшокосинской школе эти недостатки устранены. Брошюры по пожарной безопасности на местах, более того, полы из керамогранита. Стены окрашены негорючей краской. Если сработает пожарная сигнализация, звонок напрямую поступает в пожарную часть. Раньше сигнал о тревоге сначала поступал на пульт охранника. Терялось драгоценное время. Коллектив и все работники школы провели текущий косметический ремонт зданий школы и на территории. Благоустроенная территория, произведен ремонт детской площадки для начальных классов. Обновлены кухонные оборудования для приема пищи. Все требования по технике безопасности и пожарной безопасности в школе выполняются. 1 сентября в эту школу придут 49 учеников и 5 из них первоклассники. Их безопасность во многом зависит от мер, принятых в образовательном учреждении. На территории школы сотрудники МЧС показывают специальный водоем, как и положено для тушения пожара. В случае пожара пожарная машина может сразу поставить свою технику на данный пожарный водоем и подавать напрямую воду. В этом году при приемке школ сотрудники отдела образования учитывали и благоустройство территории. В Цивильском районе 17 общеобразовательных учреждений. На сегодня идет приемка школ к новому учебному году. Более 30 миллионов рублей выделено из муниципального бюджета, чтобы подготовить школу к новому учебному году. На сегодняшний день можно сказать, что 98% школ уже к новому учебному году готовы. Также в Цивильском районе впервые стартовала акция «Выпускник, помоги своей родной школе». Помощь может оказать каждый неравнодушный выпускник, будь он директор предприятия, меценат или рабочий. И не только денежную. Приветствуется участие в ремонте и благоустройстве учебных заведений. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. В АлатРе прошел республиканский конкурс профмастерства среди водителей автобусов. Видеоматериал нам предоставили наши коллеги с АлатРского телевидения. Задача конкурса – пропаганда безопасности движения и культуры вождения, а также повышение популярности профессии водителя автобуса. 39 водителей со всей республики продемонстрировали свои умения. Соревнования прошли в два этапа. Все, как на экзаменах по вождению. Сначала теория, проверка знаний правил дорожного движения, затем практика, соревнования по скоростному маневрированию. Перед судьями водителей выполнили несколько фигур. Змейку, колею, тоннельные ворота, стоп-линию. Право дорожное движение она знает отлично. И те, которые участники ездят на республику, бывало и второе, и четвертое место занимают. Но он на России. В личном зачете во всех четырех номинациях, а также в теории, лучшим стал водительного чебоксарского автотранспортного предприятия Анатолий Иванов. Победители и призеры состязания получили награды, премии. И главное – возможность участвовать в ежегодном всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов. В перечне учебных заведений республики особняком стоит Чебоксарское духовное училище. Поступают туда по велению сердца и души, но учатся, как обычные студенты. Ведь будущие священнослужители должны соответствовать миссии, которую на них возлагает церковь. Мы уже назначили примерно даже время, когда будет у нас после 20-го. Значит, 20-го числа соберутся, у нас свободное время. Мы пригласим учителя по пене, музыкально, музыку преподает. Потом пригласим учительницу, она филологический институт кончил, она грамотная, русский язык хорошо знает, и будет сочинение писать. Вот когда они напишут сочинение, пройдут вот это по пене, мы слух проверим, все-таки степень образования проверим, смогут ли они у нас учиться. Потому и у нас конкурс получается какой-то. Хотя абитуриентов не так уж много, чтобы какой-то конкурс сделать. Но все-таки мы стараемся выбрать более-менее таких уже подготовленных. Чебоксарскому духовному училищу через два года исполнится уже 200 лет. Но на постоянной основе она функционирует только с 1995 года. За это время было подготовлено 16 выпусков, но на этом в училище не собираются останавливаться. Более того, в ближайшем будущем планируется преобразовать училище в семинарию. Таким образом, учащиеся смогут получить высшее образование, которое требуется для служения священникам. Священник – это центр прихода, центр прихода. Все от него зависит. Священник очень смотрит по-другому. Потому что священник должен быть очень грамотным. Общаться и с начальством, и с людьми, и со старушками, и простыми детьми, может быть. Священник – он не только служитель, а и требователь исполнитель. Он отец своей пасты. Духовный отец. Он должен, пастырь, он должен вести вот их всех. Напои поставить, оказать, как бы открыть. Показать путь. Указать путь. Очень важно, чтобы духовное образование не отставало от светского. Именно поэтому для будущих и нынешних учеников созданы все современные условия. Большое внимание уделено музыке. В каждой учебной аудитории имеется фортепиано. Для того, чтобы изучать такие сложные предметы, как священописание библейской истории, катехизис, в библиотеке училищ хранятся более 10 тысяч книг. Имеется компьютерный класс с выходом в интернет. Осталось только набрать учеников, в котором в числе других предстоит указать путь к Богу. Сергей Адушкин, Антон Вовко, Республика. К 80-летию всемирно известного поэта и переводчика Геннадия Айги фонд его имени и организаторы Чебоксарского поэтического фестиваля готовят акцию «День звука А». Принять в ней участие смогут все почитатели таланта Айги. Для этого надо 21 августа в 17 часов по всемирному координированному времени просто произнести звук А. Также его можно повторить с друзьями, родственниками, соседями. И третий вариант – записать видео и выложить в официальных группах акции в социальных сетях. Геннадий Николаевич Айги – один из лидеров советского ангарного искусства 1960-1970-х годов. Создатель русского поэтического сюрреализма. Его стихотворение «Спокойствие гласного», которое и будут исполнять участники акции, состоит из одной буквы «А». В творчестве поэта это особая сияющая световая точка – знак. В «А» присутствует полнота дыхания, открытости, ослепительность мира, как при вздроге ребенка. Впервые в Чувашии на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» проходят всероссийские учебно-тренировочные сборы по женской вольной борьбе. Какая программа ожидает спортсменок и кто стал их тренерами – в нашем следующем сюжете. В Чувашии активно развивается женская вольная борьба. В этом году регион уже принял чемпионат России по этому виду спорта, а осенью ожидаем Кубок России с приглашением зарубежных спортсменок. Но помимо соревнований Чувашия получила право на проведение всероссийских учебно-тренировочных сборов. В них принимают участие около 60 юных спортсменок 97-го года рождения и моложе. Здесь есть самые сильные спортсменки, которые занимают призовые места по России. Есть и наши девочки, которые делают первые шаги в вольной борьбе. Я считаю это важно. Девочки, которые из Чувашской республики, они видят, как надо тренироваться, чтобы достичь высоких результатов. В течение 15 дней девушек ожидает разнообразная программа. Три раза в неделю они выезжают на полуторачасовые тренировки в физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский», после чего проходит этап восстановления в бассейне. Помимо спортивной программы, девушки посещают музеи, парки и кинотеатры. Сбор проходит очень хорошо. Сбор мне тоже хорошо. По вечерам дискотеки, отдыхаем как бы. Но все же главная цель для каждой юной спортсменки – набраться как можно больше спортивного опыта. Организаторы над этим постарались. С 1 августа тренерский состав пополнился двумя представителями Федерации спортивной борьбы России. Мастером спорта международного класса Марины Шишкиной и серебряной призеркой Пекинской Олимпиады Аленой Карташовой, которые уже успели оценить условия проведения сборов. Шикарные условия, при которых девчонкам открываются возможности реализовать свой потенциал и выходить на большой арен. В дальнейшем сборы по женской вольной борьбе также будут проходить в Белых Камнях. Причем к следующему году на базе лагеря планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. На нашем телеканале продолжается реалити-проект «Модная свадьба». Участники проекта к своим бракосочетаниям готовятся под прицелами телекамер. Сегодня зрители побывают на мальчишниках и девичниках. Ей понравился очень Саша. Мы пришли в клуб, и она сказала, я буду с ним встречаться, и потом он женится на мне. Какая разница? Была одна невеста, стала другая невеста. Она же говорила, что замуж хочет. Что, в моей фате? Меня убили. Меня жених убил, это нормально. Он всех убил, твой жених. Кто стрелял? Один вот там бегает, и всех убивают. Смотрите реалити-проект «Модная свадьба» по вторникам в 20.30 на национальном телевидении. Победа за нами! Поехали! В минувшие выходные городу железнодорожников Канашу исполнилось 89 лет. Сделать праздник ярким и запоминающимся помогла компания «Мегафон». Мегарена с инновационными площадками от оператора дала возможность жителям гордо испытать не только скорость мобильного интернета, но и свои способности. Подробнее об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Всего за несколько часов у здания администрации выросла арена высоких технологий. Такой подарок сделал «Мегафон» в честь дня рождения Канаша и профессионального праздника железнодорожников. Поздравляем город Канаш! Ура! Надежная связь от «Мегафона» появилась в Канаше 10 лет назад, так что компания отмечает и свой юбилей. Поэтому первые впечатления участники праздника получали на площадке в виде поздравлений. Здесь каждый мог почувствовать себя мегазвездой и записать поздравления «Мегафону» и родному городу. Некоторые гости попали в объективы сразу двух камер. С днём рождения город Канаш. Желаю счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Ура! На площадках «Мегафона» горожане получали купоны для прохождения испытания, а затем отправлялись преодолевать не самые простые испытания. Вот здесь гостей ждала канатная паутина. Мы желаем, чтобы он всегда оставался таким же надежным оператором. У нас вся семья пользуется почти «Мегафоном» уже много лет. А в глобальной паутине, то есть в интернете, абоненты «Мегафона» перемещаются без всяких препятствий. Канаш стал третьим городом Чувашии, где «Мегафон» запустил сеть четвёртого поколения, в которой скорость мобильного интернета позволяет летать по сайтам, угодовенно скачивать фото, а фильмы всего за несколько минут. На другой площадке «Скалодроме» свои силы могли попробовать те, кто привык карабкаться к своей цели. Задача покорить 4G-высоту, ну а сотрудники «Мегафона» всегда подстрахуют на трудном пути. Ощущения как? Супер, просто классно. Это то, что нужно для нашей республики, чтобы почаще так устраивали разные компании, такие мероприятия. Это клёво. Хорошо, Канашу что пожелаете? Процветание, чтобы детей было побольше. Больше было садиков, школ. Детские улыбки, детские голоса – это самое важное в нашей жизни. Пока одни покоряли высоты, другие перемещали предметы на расстоянии, перевоплощались в гонщика в фотозоне или, сидя в зоне отдыха, пользовались бесплатным Wi-Fi. А еще получали призы. Связью «Мегафон» мы пользуемся давно. Связь очень хорошая. Интернет. Нас все устраивает. Наша вся родня сидит именно на этой связи. В этот прекрасный день, в день города, мы бы хотели пожелать «Мегафону» процветания, чтобы количество пользователей увеличилось и всего самого наилучшего. Праздник заканчивается, а «Мегафон» у канашцев остается. Чтобы радовать своих абонентов, надежному оператору не нужен повод. Редактор субтитров А.Семкин